Спорт против террора. Под таким девизом проводится уже второй в истории городского поселения Одинцова соревнование под дзюдо. Участники не только горожане, но и представители спортклубов, развивающих эту боевую дисциплину в поселениях Одинцовского района. На протяжении всего воскресного дня дзюдоисты 7 лет и старше боролись за медали и кубки состязаний. А главное, за право подняться на первую ступень пьедестала почета. Помимо этого вида спорта я за нас еще танцами спортивные. Я думала, что мне не хватает, может быть, какой-то силы, может быть, дух какого-то. Я пришла в этот вид спорта. Более 200 спортсменов, несколько десятков комплектов наград. На торжественном построении участники соревнований едва умещаются на ковре. Звучит приветственное слово от полковника ФСБ, члена попечительского совета спортивного клуба «Альфа-единоборства» Ивана Челнакова. Ведь соревнования приурочены к профессиональному празднику работников органов безопасности. О важности и значимости спорта в противодействии терроризму сегодня говорят в высоких кабинетах. Владение боевой дисциплины для молодежи становится частью гражданской позиции. Я могу смело сказать, что каждый из вас уже является победителем. Горбовация, уже вышли в мигагер, уже готовы бороться. С глядя на вас, я вижу, перед собой, уже практически спортированное боевое удостоверение защитников нашего отечества. В Одинцово дзюдо появилось сравнительно недавно. Им занимаются дети пяти лет и старше. На татаме и новички, и те ребята, кто уже не первый год совершенствуются в спорте. К примеру, команда Кубинки приехала в Одинцово весьма представительным составом. У меня есть пять первых мест. Я не считала, сколько вторых и третьих, но тоже много. Его называют ювелирным, мягким и даже отчасти женственным. Спортивное единоборство, без оружия дзюдо появилось в конце 19 века с подачи японского мастера Дзегора Кана. Основой дзюдо являются броски, болевые приемы, удержание и удушение в портере. Травмоопасные приемы изучаются только в виде ката. В Европе дзюдо особенно популярно среди девушек. Такое явление для России пока в новинку. Дзюдо – это такой изящный вид спорта. Это у родителей неправильный стереотип иногда создается, что дзюдо – мужской вид спорта. Нет, ничего подобного. Это женский в плане техники и спорта. Там очень больших усилий физических не надо. На женственность никак не влияет этот спорт. Разделенные на несколько возрастных групп, участники первенства состязались в своих весовых категориях. Первыми награды получили 7-8-летние дзюдоисты. Среди победителей – Максим Кондриков, Данила Пасечник, Глеб Скворцов, Ярослав Горлопов, Максимов Максим. Самые младшие участники были отмечены специальными кубками за волю к победе. Волевых и решительных стремлений дзюдоистам не занимать. Впереди большие планы по развитию дзюдо в Одинцовском районе. Мария Пельепольская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.